Разрешите сегодня доложить о докладе, тема которого – неинвазивная диагностика меланомы кожи. Я, пожалуй, сверну вот так. Цель этого доклада состоит в том, чтобы сравнить методы ранней диагностики меланомы кожи с дерматоскопическим исследованием. Ни для кого не секрет, что существует три основных метода неинвазивной диагностики меланомы кожи, которые мы относим к инструментальным. Это конфокальная сканирующая лазерная микроскопия, мы сегодня поговорим, сиоскопия и дерматоскопия. Помимо этого, я еще сегодня расскажу об одном методе неинвазивной диагностики меланомы, но он больше относится к лабораторному методу исследования. Задачи перед нами стоят очень легкие. Мы должны с вами сравнить и дерматоскопическое исследование с возможностями конфокальной сканирующей лазерной микроскопии. Следующее – сравнить спектрофотометрическую энтерокутальную анализ с дерматоскопией, но также определить их механизмы работы. Могут ли эти методы исследований заменить дерматоскопию или быть дополнением? Попробуем сегодня это узнать. Когда к нам приходит пациент, и у него жалоба на новообразование кожи, у нас есть три пути тактики ведения этого пациента. С одной стороны, мы посмотрели на пациента, выполнили осмотр кожи, собрали анамнез, прошу прощения. После этого мы можем сказать пациенту, что, пожалуйста, динамическое наблюдение, один раз в год приходите к нам, у вас все хорошо. Все новообразования, которые вас волнуют или которые мы увидели, они имеют доброкачественные характеристики. С другой стороны, возможно такая ситуация, что имеется какое-либо новообразование кожи, которое для нас подозрительное. И у пациента есть какие-то жалобы к этому новообразованию кожи, и у нас есть какие-то к нему, грубо говоря, вопросы. Тогда в таком случае мы можем предложить пациенту краткосрочное наблюдение, сказать пациенту, что через три месяца приходите к нам или через шесть месяцев, в зависимости уже от ситуации. При повторном осмотре мы у пациента можем предложить уже какую-то тактику лечения. И чаще всего это все у нас выливается в выполнение биопсии. С одной стороны, выполнить биопсию ничего сложного не представляет. Но у нас есть две проблемы. С одной стороны, выявление одной меланомы требует 20-39 различных биопсий. То есть очень часто пациенты наши выполняют биопсию на образование кожи, и эти биопсии можно было и не выполнять. С другой стороны, из-за того, что такое большое количество выполняемых биопсий имеется, выполнение гистологического исследования превращается в рутинное. И в 2% случаях исследуется, так скажем, тот материал гистологический, который мы отправляем на исследование, только исследуется гистологически 2% от всего на образование кожи. А если мы говорим о меланоме инсита, о самой-самой ранней форме меланомы, то, конечно же, в таких ситуациях мы можем получить ложно-отрицательный результат. То есть мы получаем результат исследования, что на образование доброкачественное, хотя исследовано только 2%, а на самом деле в этом на образовании кожи был какой-либо участок, в котором уже была меланома инситу. Это ложно-отрицательный показатель, и он тоже часто встречается. Поэтому выполнение биопсии всегда должно иметь показания, чёткие показания. И мы должны уже подразумевать, можем ли мы увидеть меланому инсита в этом на образовании или нет. И это мы должны предполагать до биопсии. Возможно ли это? Это вопрос, который нам сегодня стоит рассмотреть. С одной стороны, нам предлагают один из методов исследований – конфокальной сканирующей лазерной микроскопии. Этот метод на данный момент в России используется больше только в наушных институтах, используется в различных исследованиях. Но вот так вот, чтобы использовался он рутинно, пока мы до этого не дошли. Что основной принцип механизма данной сканирующей лазерной микроскопии? Механизм заключается в создании трёхмерной поверхности того новообразования кожи, который мы видим. Здесь представлена общая схема того, как с датчика выходит определённый лазер, который проникает сквозь слои кожи. Как описано, примерно это 2 мм, достаточно глубокая такая способность увидеть что-либо кожи. И мы можем увидеть вплоть до базального слоя кожи, то есть полностью весь эпидермис и даже дерму. Это здорово и хорошо. Помимо этого, отражающий луч попадает на анализатор, и мы видим различные картинки, которые демонстрируют нам, что находится в каждом слое кожи, и в том числе дермы. Ну, кожа эпидермиса и дермы. Есть несколько режимов данной микроскопии. Режим отражения — это стандартный режим, его, в принципе, сейчас хотят использовать в практике. И флюоресцентный метод. Он чаще используется в научной среде и рутинно пока ещё не выходит. Помимо этого, конфокально-сканевшую лазинную микроскопию используют как ин-виво, то есть можно использовать, вот пациент пришёл, мы можем использовать данный метод исследования, либо ин-витро, когда новообразование кожи уже было удалено, и его уже смотрят после операции. И когда происходит прохождение луча сквозь элементы кожи, так скажем, меланосомы или участки с большого количества меланина, они на изображении визуализируются иначе. К примеру, вот здесь мы видим, что здесь очень интересное изображение, картинка, где мы видим картинки серого цвета. Изображение — это конфокально-сканевшую лазинную микроскопию, то, что нам даёт аппарат. И, с другой стороны, мы видим с вами гистологические исследования, которые соответствуют этим изображениям. Всё хорошо, но большинство исследований, посвящённых данному методу исследования, они затрагивают не онкологическую практику, не меланцитарное образование, а затрагивают вопросы дерматозов, дерматитов различных. То есть чаще всего этим методом исследования пользуются косметологи либо дерматологи. Ну, я, как уже сказала, преимущественно в научной среде. Также вот здесь мы можем увидеть одно из изображений, где, пожалуйста, нам аппарат показывает, что в данном образовании кожи имеется нарушение архитектоники шиповатого слоя, однако из-за чего это происходит и с чем это связано, нам данный метод исследования не может определить. Есть часть исследований, которая посвящена ранней диагностике меланом. Но, к несчастью, ни одно из исследований в большей точности смогло нам помочь в дифференциальной диагностике меланомы и меланцитарных невусов. Лазерная микроскопия конфокальная, эти два наобразования, по сути, видят одинаково, потому что основа, механизм этой микроскопии лежит в анализе меланина. А меланин скапливается и в меланомах, и, конечно же, в меланцитарных невусах. Поэтому данный метод в плане ранней диагностики меланома пока еще не усовершенствован. Здесь тоже есть одно из изображений. Это изображение показывает нормальное строение кожи с большим количеством кератиноцитов. То есть это примерно, так скажу, о плоскоклеточном раке идет речь. Здесь тоже есть некоторые вопросы. Следующий метод исследования – это спектрофотометрический интеркутанный анализ, или чаще всего мы видим это слово, его часто используют специалисты, это сиоскопия. Тоже один из методов, который основан на пучке уже другого света, не лазера, а именно света. В этом пучке находятся три различных световых волн различной длины. Анализатор, вот этот аппарат, он предоставляет, этот свет падает на новообразование кожи, которое мы исследуем. Дальше происходит отражение от участков этого новообразования кожи, и компьютер анализирует, что же там отразилось, и мы видим несколько вариантов изображений. Там чаще всего в компьютерной программе мы видим восемь различных изображений, что же они нам показывают. Это изображение видит, какое количество коллагена имеется в данном новообразовании, какое количество гемоглобина находится в данном новообразовании кожи, меланина, причем меланин как поверхностный, так и внутридермальный. Это нам все может помочь в этом сиоскопе. То есть мы можем увидеть различные хромофоры, это меланин, коллаген и гемоглобин, и уже по соотношению этих структур понять, а что же это за новообразование кожи. Но в сиоскопии есть один момент, то что, опять-таки, какой мы видим меланин, внутридермальный, поверхностный ли это меланин, нам это тоже не помогает определить, на образование доброкачественное это или на образование злокачественное. Мы говорим о меланоме или нет, и каких-либо исследований, посвященных диагностике, ранней диагностике меланом, как таковых и не имеется. Есть несколько исследований, в том числе русских, которые посвящены диагностике меланом и меланцитальных новообразований, и то в этих исследованиях нет четких рекомендаций, как выполнять эту сиоскопию, и в чем же она нам может помочь. Я думаю, уже из доклада вы поняли, что я сторонник дерматоскопического исследования, потому что дерматоскопическое исследование, это исследование достаточно простое, и может овладеть каждый специалист, и здесь главная тренировка, постоянная тренировка глаза. Что такое дерматоскопия? Это большая увеличивающая лупа, через которую проходит свет, и мы намного глубже и четче видим структуры, из которых состоит образование кожи, которую мы исследуем. И есть четкие структуры. Если мы видим точки, мы понимаем, что, возможно, это новообразование будет расти в длину. Если мы видим какие-то асимметричные участки или бело-голубую вуаль, мы можем заподозрить меланому или меланому инситу. Всё зависит уже от того, какое мы видим новообразование. И дерматоскопия в этом, конечно же, хороший помощник. Но дерматоскопия нам позволяет увидеть на ранней стадии меланому. Действительно позволяет. Единственный минус дерматоскопии состоит в том, что это очень субъективный метод. У нас нет какого-либо анализатора, который может продублировать нашу идею. Врач посмотрел, увидел новообразование кожи. Появились ли у него подозрения, смог ли он там увидеть меланому инситу. Это зависит не от прибора, который он держит в руках. Я говорю о дерматоскопе. Это зависит уже от его глаза. И это единственный, пожалуй, минус дерматоскопии. Но ни дерматоскопия, ни вышеперечисленные методы исследований не помогают нам в диагностике одного из новообразований кожи. Я в данном случае говорю о беспигментных меланомах. Да, есть некоторые дерматоскопические признаки, которые позволяют нам предположить, что у пациента имеется беспигментная меланома. Но никто, ни один из этих признаков, ни конфокально-лазерная микроскопия, ни сеоскопия, ни дерматоскопия нам не позволяет выявить на ранней стадии и вообще выявить беспигментную меланому. Это наша огромнейшая проблема. Помимо этого, я говорила о том, что есть еще один из методов исследований, который относится не к инструментальным, а к лабораторным. Имеются специальные клейки-ленты, которые помещают на новообразование кожи и четыре раза из четыре разные клейки-ленты помещают на новообразование кожи и отклеивают. На этой клейки-ленте основываются различные клетки этого новообразования и они отправляются на исследование РНК-молекул, выполняется ПЦР и определение происходит определенных генов, которые позволяют нам сказать, есть ли там какие-то атипичные клетки, либо нет. Этот метод исследования в России не используется, и сейчас он в Европе пока себе только заявил. Давайте с вами проведем сравнительный анализ и выйдем же, конечно, на какие-то выводы. Конфокальная сканирующая лазерная микроскопия помогает нам выявить, какие располагаются различные интересующие нас отражающие органоиды или пигменты во всех слоях кожи. Однако дифдиагностики между меланцитарным невусом и меланомой как таковой мы не видим. СИА метод, спектрофотометрический инкутантный метод, интеркутантный метод, он нам позволяет дифференцировать сосудистые новообразования, новообразования кожи, которые имели какие-то травматические, травмированные невусы. Но опять-таки выявление на ранней форме меланомы кожи или меланомы инситу, СИА скопия нам не позволяет. Дерматоскопический метод – это тот метод, который соединил в себе как цвет. Мы цветом видим различные участки в новообразовании кожи, и мы можем предположить, что там есть скопление меланина. И помимо этого, дерматоскопический метод, конечно же, нам позволяет увидеть более глубинные структуры, хотя это косвенно. Опять-таки, если мы видим серо-голубую вуаль, то значит, новообразование имеет горизонтальный рост вглубь. И это нам может говорить как о типичном признаке, и возможно, что это меланома. Скорее всего, что это будет меланома. Какие же мы можем сделать выводы? Основной механизм работы конфокальной сканирующей лазерной микроскопии заключается в регистрации длин цветовых волн от клеток на образовании кожи. Второй вывод. Основной механизм работы сеоскопического анализа заключается в фиксации сосудистого компонента на образовании кожи. И третий. Выше перечисленные методы неинвазивной диагностики на образовании кожи могут дополнить методы дерматоскопии. Всё-таки метод дерматоскопии является более распространённым, и им уже обладает достаточно большое количество врачей разных специальностей. Это дерматологи, косметологи, онкологи в том числе. Поэтому пока дерматоскопия и есть, и занимает, и, скорее всего, будет занимать лизирующие позиции. Всем большое спасибо, кто послушал данный доклад. И если есть вопросы, с радостью отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok